Национальный университет Одесская юридическая академия принимает очередной всеукраинский форум, на котором обсуждаются вопросы государственной важности. Национальная платформа «Женщины за мир», которую возглавляет народный депутат Наталья Королевская, вновь обращает свое внимание на проблемы материнства и детства в нашей стране, на бытовые проблемы вынужденных переселенцев и в целом незащищенных слоев населения. Задача таких круглых столов не только указать власти на ее недоработки, но и предложить свое видение в решении этих проблем. С проведением очередного форума участниц поздравил почетный гражданин города Одесса и Одесской области президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов. Подробности встречи в нашем материале. В Национальном университете Одесская юридическая академия прошел форум «Женщины за мир». Движение абсолютно не несет политического характера. У всех участниц одна цель – установление в Украине мира. Этому могут и должны способствовать социальные изменения в обществе. Власти должны обращать внимание на важные проблемы населения. При этом сама национальная платформа долгое время занимается вопросами помощи переселенцам и многодетным семьям. И по традиции участников круглого стола приветствовал почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Вы знаете, 6 лет назад именно в Национальном университете Одесской юридической академии была создана национальная платформа «Женщины за мир» и возглавила это направление инициатором была народный депутат Наталья Королевская. Она и сегодня всячески поддерживает это направление и возглавляет его. Вы знаете, это, наверное, самое важное, что мы сегодня создали за последнее время, потому что несмотря на разные политические взгляды, несмотря ни на какие политические амбиции, многие женщины объединились на базе этой национальной платформы «Женщины за мир». И я вам хочу сказать, что у них получается. Инициатор национальной платформы «Женщины за мир» народный депутат Украины Наталья Королевская также вспоминает, как была основана эта неполитическая организация. Вот уже 6 лет сотрудничество Одесской юридической академии «Женщин-лидеров» беспрерывно продолжается. Мы очень благодарны Сергею Васильевичу Кивалову за то, что на протяжении 6 лет он поддерживает как женщин Украины, так и женщин Одесского региона. Я 6 лет вместе с Сергеем Васильевичем здесь проводим, организовываем, открываем наши женские форумы. И первый в Украине региональный форум прошел именно здесь, в юридической академии. Именно с поддержкой Сергея Васильевича Кивалова. И это не только мои коллеги, мы много лет вместе были в украинском парламенте, но это еще и большой друг, как мой лично, так и женщин национальной платформы «Женщины за мир». И мы очень благодарны Одесской юридической академии. Мы очень благодарны этим стенам, которые дают мудрость, дают право принимать взвешенные решения, дают всегда очень гостеприимны. И очень благодарны, конечно, лично Сергею Васильевичу за то, что он поддерживает инициативы, поддерживает женщин регионов и поддерживает нашу национальную платформу «Женщины за мир». В этот раз главной темой для обсуждения стала детская проблематика. Активисты движения «Женщины за мир» выработали ряд предложений, которые могут быть использованы на уровне парламента и правительства. Жаль, что у первых лиц государства в приоритете другие задачи сетуют парламентарий. В мае месяце национальная платформа «Женщины за мир» объявила марафон в поддержку детства и материнства. Наши политики, особенно представители власти, сегодня очень заняты. Они заняты, как распродать украинскую землю, как открыть казино, где архизацию так называемую они продвигают. Но, к сожалению, детей Украины они вспоминают только 1 июня, а 2 уже дети уходят на второй план. И поэтому женщины и мобилизовали все свои усилия. И сейчас вот идет такая активная организационная работа по проведению всеукраинского марафона. Без поддержки детства и материнства мы понимаем, будущее Украины, оно, к сожалению, будет таким печальным пенсионным лицом и, к сожалению, неблагополучного человека. Потому что с теми мизерными пенсиями, которые сегодня платят в Украине, быть успешным пенсионером невозможно. Национальная платформа «Женщины за мир» объединяет 200 тысяч представительниц прекрасного пола. Среди них политические и общественные деятели, которые хотят изменить нашу страну к лучшему. На форуме также поднимались вопросы, касающиеся медицины и социальной защиты населения. Участники круглого стола убеждены, эти сферы жизнедеятельности также нуждаются в срочной перезагрузке. Подобные встречи зачастую становятся локомотивом в разрешении актуальных проблем. Мне не безразлична та ситуация, которая происходит в стране. Я имею в виду, как врач, в первую очередь, это реформирование здравоохранения. Являясь также членом национальной платформы «Женщины за мир», я, естественно, здесь для того, чтобы здесь коллективно мы озвучили те проблемы, которые есть в здравоохранении и смогли составить план выхода из этой ужасной ситуации, план того, как донести это до наших чиновников. Мне очень отрадно, и я многих, большинство в этом зале, знаю людей, которые переживают за ту тему, о которой сегодня шла речь, которые искренне переживают, для которых этот вопрос не безразличен. Все эти люди в той или иной степени являются лидерами общественного мнения. Они формируют позицию, их голос важен, их мнение учитывается благодаря тому, что они в обществе признаны как те, кто формирует тему, повестку дня. Поэтому я не идеализирую и не считаю, что такие конференции – это панацея. Я считаю, что это хороший плацдарм, хорошая платформа для того, чтобы быть услышанными. Платформа объединяет женщин всей страны, но на местах также создаются активные и эффективные ячейки. На прошлой сессии Одесского областного совета депутаты приняли решение организовать межфракционную группу «Мир женщины традиций». Главная цель объединения – защита семейных традиций. Мы говорим в этой группе не просто об отношениях мира женщин или мужчины и женщины. Мы говорим о том, что мы должны защищать наши традиционные ценности – воспитание детей, наши традиционные ценности – морали, этики, понимание, что происходит вокруг, истории. Это традиционные ценности, которые объединяют максимальное количество всех понятий, всех наших успехов. Женщины должны двигаться вперед. Здесь собрались женщины-лидеры со всей Украины, приехали. И, конечно, Сергей Васильевич Кивалов, который всегда предоставляет прекрасную площадку для встречи, для правильной объединенной информации. Самое главное – для очередной нужной и важной дорожной карты по спасению наших детей. Детей, которые остались сиротами, которые без родительского защиты теперь должны двигаться в этой стране. И страна практически их не защищает. Поэтому мы делаем все, чтобы защитить этих детей и дать им возможность достойной жизни в Украине. Немаловажный аспект мирной и неконфликтной страны – духовное воспитание, в том числе и подрастающих поколений. Об этом, в частности, говорила приглашенная на круглый стол настоятельница Свято-Михайловско-Архангельского женского монастыря Игумене Серафима. Для меня большая честь присутствовать здесь, в этих стенах, на таком представительном форуме. В форуме, обсуждающем наши проблемы. Не только женщин, но и каждой украинской семьи. Мне хочется также внести свой вклад в это очень важное дело. Рассказать о духовных проблемах, которые есть в обществе. Потому что все начинается именно с них. Со дня своего существования платформа «Женщины за мир» помогает в решении всех проблем вынужденным переселенцам. К сожалению, не все, покинув зону боевых действий, сразу обрели уютное жилье или благополучно устроились на работу. Впрочем, без юридической поддержки наши соотечественники, попавшие в беду, не остались. Уже на протяжении многих лет Национальный университет Одесская юридическая академия предоставляет бесплатную правовую помощь этой категории граждан, активно сотрудничая с общественным штабом помощи переселенцам в Одессе. Участники платформы благодарны за такую помощь руководству ВУЗа, но ждут такой же поддержки и от государственных инстанций. «Достаточно много вопросов и предложений, которые были вынесены еще в начале зарождения, так скажем, платформы «Женщины за мир», и так как, еще раз повторюсь, это было в Одессе, да, предоставление помещения, предоставление поддержки всяческой именно в проведении платформы, конечно, это было со стороны юридической академии. Очень много было юридических вопросов, которые прорабатывались именно благодаря и студентам, и составу преподавателей юридической академии. Это действительно было много большой поддержки именно в этом направлении. Мне предложили выступить, потому что, в принципе, я бываю на всех мероприятиях, которые проводит платформа «Женщины за мир», потому что это болит не только у меня, но и у тех людей, которых я представляю. Но сегодняшнее выступление, конечно, ну, мне не могу сказать, что оно радостное, потому что мне хотелось бы говорить о том, что с каждым годом проблемы переселенцев решаются хоть немного. К сожалению, за последние два года проблемы не то, что не решаются, о них даже вообще, в принципе, уже перестали говорить. Президент юрокадемии, предоставивший в очередной раз площадку для проведения широкого диалога, убежден. В нашей стране женщины должны принимать еще более активное участие в разработке законопроектов и реализации госпрограмм. Без таких круглых столов и дискуссий проблематично двигаться вперед, полагает Сергей Кивалов. Я вам хочу сказать, и меня иногда спрашивают, в чем успех Национального университета юридической академии. Успех виден, и он на поверхности, потому что абсолютное большинство в этих вузах работают женщины. И успешно работают, и работают, и учатся. И поэтому то, что касается вот такой гендерной политики, то, что касается в том числе и социального управления, то женщины занимают достойное место. А вот национальная платформа «Женщины за мир», она позволяет застрять на каких-то моментах свое внимание. И я думаю, что это очень важно, и мы всячески будем поддерживать такую инициативу. Участники форума выразили надежду, что в следующем году количество нерешенных проблем в нашей стране станет хотя бы немного меньше. Главное, чтобы в Украине установился окончательный мир. Только тогда можно говорить о планомерном развитии государства. В любом случае, Одесская юридическая академия с удовольствием распахнет свои двери перед представительницами национальной платформы и станет активным участником конструктивного диалога. Продолжение следует... Продолжение следует...